В куларах заседания правительства журналисты поинтересовались у министров, намерены ли они подавать в отставку после того, как премьер Смаилов предупредил коллег, что неспособным справиться с поставленными задачами лучше уволиться по собственному желанию. К слову, в стране вертикаль власти и все важные решения принимает президент. И чиновники, похоже, помнят фразу, что инициатива наказуема. Но именно это не устраивает президента. В последний раз президент Тукаев принял отставку правительства под руководством Мамина на фоне массовых протестов в стране в разгар январских событий. Тогда президент раскритиковал Кабмин из-за того, что чиновники не справились с инфляцией. После президентских выборов он заявил, что правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Поэтому Кабмин останется работать, но точечные изменения будут, сказал он. И вот накануне он снова выразил сомнения о работе Кабмина. И причина, к слову, та же. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%, сказал Тукаев. Причем это официальные данные. После этого премьер Смаилов предложил освободить место министрам, неуверенным в собственных силах. Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится, тот будет работать. Кто не уверен в своих силах, может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели. Министрам и Акимам необходимо прекратить практику назначения по принципу личной преданности, заявил Тукаев. Земельные инспекции, правоохранительные органы, ревизионные комиссии и другие контрольные органы не должны быть аффилированы с властью. Оссутствие здоровой конкуренции снижает привлекательность госслужбы, сказал он. Пора менять стереотип о том, что в регионах должны работать только уроженцы этих областей. Эффективность кандидата никак не связана с местом рождения. Его будут оценивать по конкретным результатам, сказал Тукаев. В этой связи мы спросили министров, как они оценивают свою работу. Оценку, наверное, не я должен давать. Люди, которым мы оказываем эти услуги, как государственные служащие. Поэтому оценку дает народ, население в первую очередь. Я даже не знаю, что сказать, поскольку мы пока работаем, у нас есть соответствующие поручения, мы их выполняем. А что будет в следующем году и какой будет расклад, это уже не моя компетенция. Я думаю, любой министр должен на этот вопрос каждый день отвечать. Если он не готов к выполнению своих обязанностей, то, по крайней мере, он должен сразу об этом заявить. Каждый человек может себе дать оценку. Но наша оценка, это связано с жизнью населения. И поэтому больше к работе правительства свою удовольствовательность выражает население. Руководитель госорганов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения. По отдельным вопросам, заявил президент Тукаев. Госорганы ссылаются на различные притянутые за уши аргументы и пытаются получить одобрение президента. Порой приходится давать письменные поручения членам Кабмина. В противном случае есть опасность невыполнения заданий, признался президент. Поржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.